Благодарю за просмотр! Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Добро здоровиться, уважаемые посетители канала! Вот по этой книжечке я уже начал исследовать, со своей стороны исследовать, как люди стали великими бизнесменами, что лежит в их, вернее, что в них особенного, какой склад их ума, на что они опирались. Кому-то там это нравится, кому-то это не нравится, но мне вот лично хочется узнать об этих личностях побольше, чтобы у меня было свое собственное представление. Ну и кому интересно, глядишь, эти же мысли можно будет использовать и для своей собственной жизни, чтобы, глядишь, они на что-то и подтолкнут. Ну вот, я кое-что сделал, а вот кое-что сейчас продолжу, потому что я начал эту серию и остановился. Надо как-то логически ее завершить. У нас материала очень много. Ну, начнем. Вот смотрите. Когда-то Генри Форда в одной из газет назвали невеждой. А Форд никогда не скрывал, что он был самоучкой. 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 Я повторяю. Самоучкой. В основе личности человека лежит самообразование. Если оно будет, значит, этот человек будет личностью. Если его не будет, чтобы он там не закончил, толку от него никакого не будет. Вот. И даже гордился этим фактом, что он самоучка. И он подал на газету в суд. Во время, значит, заседаний адвокат начал задавать Форду вопросы и школьные программы. А Форд ни на один не ответил правильно. Но он не расстрелялся и заметил. Цитирую. У сидящих в этом зале, может быть, по три или четыре диплома лучших университетов. Но все вы ездите на автомобиле, который придумал я. Относительно себя могу сказать. Ну, столько людей. Столько академиков. Ну, почему они не предложили вам систему естественного оздоровления. Ту, которую я вам предложил. Хотя бы, знаете, в противовес. И вот, как раз, Олег Пощанский, председатель правления и управления партнер, значит, чего-то там такого в СНГ и России пишет. В этом календаре собраны самые замечательные высказывания создателей и руководителей крупнейших компаний мира. Ну, и каждому, кто работает в бизнесе, который сейчас у нас немножечко лежит на боку, отдыхает. Значит, будет полезно и увлекательно начинать свой новый день с новой цитаты. С новой цитаты, которую придумали эти люди. Кратенько, кратенько, значит, пробежимся. Вот, например, цитата Коко Шанель. Если вы хотите иметь то, что никогда не имели, вам придется делать то, что никогда не делали. Задумались? Подумайте над этой цитатой хорошенько. Я ее так для себя расшифровал. То есть, прежде чем кем-то стать, надо делать то, что раньше вы не делали. Едем дальше. Так пока пробегаем. Мэри Кэй Эш. На груди у каждого из нас как будто висит невидимая табличка со словами. Дай мне почувствовать свою значимость. Никогда не забывайте об этом, когда работаете с людьми. Конечно, это очень интересное замечание Мэри. Дай мне почувствовать свою значимость, когда работаете с людьми. А вот я бы вам сказал бы, дай мне почувствовать свою значимость не для людей, а в первую очередь для самого себя. Кто ты? Кто ты в этом мире? Зачем ты сюда пришел? Какова твоя значимость? То есть, об этих вещах очень мало кто задумывается. А вы задумываетесь. В первую очередь, именно над этим. Томас Джо Отсон. Правильное решение должно оказаться не только изящным, но и простым. Но что здесь сказать? В основе всего лежит, конечно, простота. Ничего не надо придумывать. Все очень просто и понятно. Есть жизнь, есть глаза, есть уши. Вот то, что вы видите перед вами. Просто ясно и понятно. А когда мы начинаем городить себе какие-то городушки, и потом в этом сами запутываемся, и начинаем какие-то искать решения. То есть, не надо искать какие-то решения вообще там, где их не должно быть. Вот она, наглядная жизнь. Я вот так вот как-то к этому отношусь. Вот она, наглядная жизнь. Смотришь на нее и понимаешь. Вот какая она. И я это лично понял довольно-таки не хочу сказать, что рано, а давно. И для того, чтобы как-то преуспеть в этом, вот именно в жизни, именно в том, чтобы ты стал тем, кем ты стал, надо просто и поднятно для себя вычленить, что главное, что второстепенно, и действовать. Ну, примерно так. Возможно, это не так. Следующее у нас пол оффрала. Удовлетворите ваших клиентов, и они верят вам в своей жизни. Знаете, вот тут мне приходит на ум Джуна. Вот кто такая Джуна? Кто ее знал? Ну, женщина из, как ее, из Кубани. Никто ее не знал, никто ее там о ней не слышал. Но, тем не менее, она начала, может быть, работать с людьми, удовлетворяя клиентуру свою в вопросах здоровья. И они верили ей и в своей жизни, и прочее, прочее, прочее. Вот так вот. Далее, Олтер Ристон. Хорошее решение – результат опыта, а опыт – результат плохих решений. Ну, естественно, для того, чтобы набраться опыта, человек должен по жизни набить разного рода шишек. В результате этих неправильных решений приходит житейская мудрость. И которая уже, в первую очередь, это трезвый ум, трезвое рассуждение, разумное рассуждение. Нормально. Так, теперь Чарльз Кеттеринг. Возможности человека ограничены только его воображением. Но воображение имеет так мало людей, что на одного композитора приходится 10 тысяч скрипачей. Отлично, Чарльз сказал. Возможности человека ограничены только его воображением. Мы разучились воображать. Мы разучились как-то мыслить. Мы разучились, понимаете, творить мыслью. Очень мало действительно людей, которые создали какие-то там шедевры в литературе, создали шедевры в искусстве, создали вот эти вот какие-то шедевры в киноиндустрии. С фильмы, которые мы смотрим. И мы смотрим их, понимаете. А вот, чтобы сами сделать, увы, не хватает воображения. Орен Баффет. Понимание того, на что не стоит обращать внимание, столь же важно, как понимание того, на чем следует сфокусироваться. Вы знаете, вот это орыт, я вот это высказывание отношу к оздоровлению. Ну, в первую очередь, мы тут вроде как собрались с оздоровлением. Я в свое время, набив там ошибки, думал, ага, мне там исцелит вот это, меня исцелит вот это, меня исцелит то там, доктор, т.д. То есть, я прошел свой такой путь, опытный путь, который дал мне, в конце концов, решение, что тут что-то такое не то. И вот теперь я, читая ваши комментарии там в интернете, знаете, можно, там есть действительно интересные вещи, которые, как бы сказать, идет, вообще идет в мире борьба за внимание человека. Привлечь внимание и вот дальше уже там воспользоваться тем, что вы привлекли внимание, там его завлечь туда или сюда, там, как говорится, в своей сети. И вот из всего вот этого очень важно вычленить то, что тебе надо, то, что работает для тебя, а не для того человека, что раз тебя просто-напросто сманули на это, ага, 5 минут в день, и ты будешь молодой, красивый, 20-летний, 230 лет вперед. А потом, оказывается, там ерунда какая-то, ничего такого нет. Но ваше внимание уже отвлечено, там, допустим, что-то там, вы там рекламку посмотрели. Вот здесь важно отбирать это. И я, конечно, я и читаю, я и смотрю, но я, когда мне говорят, что какое-то там одно средство обладает там омолаживающими способностями или еще там какими-то там лечебными, там, я к этому очень скептически отношусь, потому что я уже имею опыт, что жизнь наша многогранная. Мы живем по многим граням, и для того, чтобы, допустим, обрести здоровье, обрести успех или еще, надо действовать вот в совокупности. Если этого нету, то ничего не получится. Поэтому я обращаю внимание на то, что, и важно понимать, что основное, вот, основное, допустим, в оздоровлении, это работа с жизненной энергией. А когда вот так вот не говорят, что мы там работаем, мы там с дыханием работаем, мы с голоданием работаем, мы с движением, мы там штангу поднимаем, мы штангу опускаем, мы там прорубь ныряем, мы еще там что-то загнулись в юге и так далее. Все это я делал, дабы приобрести опыт и понять, что все-таки это имеет какой-то эффект, но не тот, который тебе нужен в целом, для того, чтобы ты был тем, кем бы хотел. Вот это очень важно. И я об этом часто говорю. Не стоит обращать внимание на какие-то там частности, для того, чтобы не заблудиться. Ну и плюс поведению канала, знаете, тоже я учусь разного рода тут завистники, негодяи и люди, это все люди, которые стоят на собственной ступени своего там интеллектуального и духовного развития, вот что-то тут пытаются там уколоть, сказать. Это на меня не влияло, чтобы я понимал, что это-то такое и как оно действует. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Доброго здоровья и до новых встреч!